Позвольте предоставить слово президенту Международного Союза Психологической Науки при ЮНЕСКО, президенту Панафриканского Психологического Союза, президенту Психологического Общества Южноафриканской Республики доктору Куперу. Доброе утро, дамы и господа. Для меня большая честь выступить здесь сегодня перед вами. И я очень рад, что МГУ имеет такой университет, который занимается проблемами человека. И человек – это центр, и он является основным предметом для изучения в этом университете. Мы говорим о цифровой технологии, мы говорим о генетике, мы говорим о различных дисциплинах. Но если соединить их вместе и сконцентрироваться непосредственно на человеке, ведь мы все являемся людьми. И говоря о будущем, мы должны сосредоточиться на ребенке, ведь в будущем он станет центром будущего. И я очень рад, что господин ректор поговорил о междисциплинарном подходе к рату проблем, потому что именно междисциплинарный подход помогает нам разрешить все те сложные проблемы, которые стоят перед обществом. Международный союз где-то ввели свою историю с 1889 года, когда Международный конгресс впервые проводился. Международный союз. Международный союз имеет 90 стран-членов, которые представляют все сферы психологической науки. И мы где-то на третьем уровне в ООН даем свои презентации. И также касательно ВОЗ, мы играем ведущую роль в диагностике. И также мы являемся основным игроком в рамках ЮНЕСКО и Международном совете по науке и социальной науке. И этот союз будет слит в единые организации. Где-то мы объединяем 2 миллиона психологов на международном уровне. И государственные обязательства состоят в том, чтобы защищать наших детей на всех уровнях. И я уже говорил конкретно о областях. И мы руководствуемся конвенцией по правам ребенка. Только в 1989 году эта конвенция была учреждена. И также мы действуем в рамках декларации по правам человека. И наши дети не должны являться заложниками тяжелых исторических событий, которые прошло предыдущее поколение. И дети также имеют свои права, и мы должны уважать эти права. И они нуждаются в заботе и в защите. Дэвидсон, который был министром в Великобритании, сказал, что дети являются уязвимым слоем общества, потому что превалируют над ним взрослые. И поэтому детям мы даем приоритет. И мы говорим об основных правах. Четыре права таких. Это право на выживание, выживание, право на здоровое существование. И также на глобальном уровне мы сталкиваемся с миллионами и миллионами детей, которые не могут позволить себе воспользоваться этими базовыми правами. Поскольку смертность детская очень высока в некоторых странах мира, даже в развитых. Говоря о США, там тоже есть своя статистика. Они, в общем-то, лидируют по всем этим аспектам. И они, в общем-то, кое-где бьют все рекорды, в частности, по смертности. Также мы говорим об образовании, о досуге. И это очень важно для детей любого возраста. И дети должны быть вовлечены не только в учебный процесс непосредственно, но должны участвовать активно в этом процессе на основе дружбы, толерантности и на основании уважения прав этнических групп и религиозных прав людей. И поэтому, когда мы перемещаемся из одного города в другой, так получается, что в некоторых странах это становится небезопасным для детей. И дети являются предметом ненависти и прочих зол, которые все еще присутствуют в глобальном контексте. Поэтому дети не должны страдать от того, что происходило в прошлом. Нет, общество должно рассматривать их с точки зрения социального, ментального и экономического благополучия. Конечно, дети нуждаются в защите. И на этой конференции мы будем подробно об этом говорить. Но что является еще наиболее важным, что многие дети неправильно воспринимают реальность, когда включается радио, и на них обрушиваются социальные медиа, телевидение и разные новости, и всякие отчеты новостные, которые говорят о том, что где-то там кто-то убит, где-то там террористические акты произошли, где-то идет война, и дети начинают социализироваться таким образом, являясь частью этих медиа. Как же насчет их индивидуальности, как же насчет их собственного мнения и самоутверждения в конкретном городе, в конкретной деревне, в конкретной школе? Возможно, все хорошо, но те месседжи, которые настигают наших детей, являются негативными, ужасными, и полны всяких страшилок, поэтому мы должны их обезопасить. И информация все-таки должна основываться на том, что мы сами должны идентифицировать новости, и версии этих новостей не всегда приемлемы. Наша версия новостей, наша интерпретация должна быть нашей собственной, когда мы включаем BBC или CNN и различные телевизионные станции, и ведь это все геополитика, которая отражает национальные интересы конкретной страны или прослойки. И это может быть либо Россия с его президентов, который становится таким объектом для нападок. Это может быть и Иран, и другие страны, и иногда в какой-то фавор попадает ряд стран, а иногда нет, и у детей свой имидж формируется. И иногда они совершенно не понимают картину мира. И также и различные политические версии, и, как мы называем, различные книги не всегда отражают действительность. Поэтому нам нужно сфокусироваться и на этом аспекте. Мы, ученые, непосредственно должны быть задействованы в этом процессе. И наши исследования должны принести успех. И мы понимаем, что правительство и прочие государственные структуры влияют на формирование образовательного аспекта. Но мы должны думать о нашем общем будущем, позитивном будущем. И как Сергей Хорсаков сказал, он на Первом международном конгрессе принимал участие в 1889 году, и он сказал, что нужно непосредственно имплементировать основные реформы. А в Соединенных Штатах на тот момент эти реформы были весьма отсталыми. Поэтому Россия, Московский государственный университет, который занимается проблемами воспитания, образования, под эгидой ЮНЕСКО, мы совместно можем двигаться в нужном направлении, чтобы дети наши жили не в невежестве, страхе и сомнениях, а наоборот, чтобы мы сформировали для них несколько иную атмосферу. И я думаю, что мы будем об этом много говорить на данной конференции.